И всем привет, ребят, с вами Starbuck, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Давным-давно я не говорил такие фразы, что даже немножечко их подзабыл. Сегодня вместе с вами поиграем на новых обновленных вооружениях. Сыграем на той пушке, которая на сегодняшний момент времени особо не пользуется спросом от слова совсем, но которая может показывать очень неплохо себя в рамках нового баланса. Это пушка Twins. Реализовывать мы ее сегодня будем с паладином. Когда-то эта комбинация показывала очень и очень неплохие результаты. Ну а что она покажет сегодня? Посмотрим вместе с вами. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то не забывайте обязательно поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте, кстати, мы лично так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запомните форму, которая есть в описании. Что же касаемо дрона, то я вот думаю, что нам лучше взять. По Twins'у, наверное, мы начнем с Pulsar, да, с того устройства, которое на протяжении длительного периода времени показывает хорошие результаты. Ну и берем вот такую RF раскладочку. Начнем давайте с Ловкача, Гиперион тоже можно будет пощупать, попробовать по реализации, посмотреть, как он будет себя показывать. Ну и лучше всего под такую комбинацию нам бы какой-нибудь CTF. Давайте CTF очку пикнем, ну и посмотрим, что у нас из этого всего получится сегодня в рамках реализации такой вот интересной комбинации. Как вы знаете, кризис у нас занерфили, соответственно, Ловкач и Гиперион по балансу стали лучшими дронами. Ну и такие пушки должны работать очень и очень хорошо, хоть я их и давным-давно не использовал и не реализовывал. Поэтому попробуем, посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Надеюсь, что результат будет очень и очень приятный, да, тот, который я бы хотел бы видеть в рамках реализации пушки Твинс. Так, и закидывает меня, кстати, на промзону. Хорошая карта по игрокам. Ну, наверное, плюс-минус средненький должен быть баланс. Так, ну и Твинс с Пульсаром это то устройство, которое, в принципе, на протяжении долгого периода времени уже находится в неизменном балансе, да, то есть с ним ничего абсолютно не происходит. То есть у нас Твинс от фланга играет. Ой, Твинс Теслочка играет от фланга, мы ее быстренько здесь разобираем. Пробуем подпушить дальше. Вот Харька, сбриваем быстро Харька. По урону Твинс все так же очень хорошо себя показывает, я смотрю. Да, все так же можно очень плотненько наваливать. Ой, еще и с креточками вот так по двоим можно давать. Прекрасный урон. Так, Тесла пытается здесь раскрутиться против нас, но мы ее просто на дистанции, на средней, тянем и дальше забираем. Пока что можно, кстати, от такого плотного ТДМа поиграть. В надежде, что у нас наши тиммейты сами будут тоже пушить агрессивно базу противника. Я буду как раз таки деморализовать противника и стараться их как раз таки уже на респах немножечко нагибать. А наши тиммейты уже под развалочку будут влетать. Ну ладно, можем и сами попробовать. Все таки у меня ловкач. Попробуем сами дернуть. Есть моментик с возможностью реализации нашей комбинации, но есть против пушка Тесла, которая мою реализацию может очень легко тоже уничтожить. Так, и паладин у нас, кстати, сразу же прожимает свой овердрайв и летит через низ под доставкинцем. Мы на обрезалову, мы здесь можем, по идее, его, наверное, поймать. Ловим его. Пытаемся набрить. Пытаемся слить. Но у нас тиммейт очень, конечно, круто играет. Великолепные тиммейты в танках онлайн, как говорится. И наш тиммейт просто пропускает противника и дает возможность ему выйти под доставочку. Наш тиммейт там еще поборется. Хорошо, есть тиммейты, которые борются. Это уже радует. Так, пока противник еще не доставил, надо быстро ворвать наверх. Блин, так тут еще уже и минки стоят. Так, по пушкам, что у них там? Фризы. Фризы, рельсы и Тесла, да, была? Фризы, рельсы, Тесла. Возьму такой сейчас резист. От самого себя брать не буду. Возьмем от фриза от Теслы. Ну и надеюсь на то, что нам удастся сейчас камбэкнуть уже эту катку, потому что мы уже начинаем лететь 0-1. Так, залетаем под верх, вжимаемся сразу. Под прожатие аптечки приходится нам сразу тоже играть. Пытаемся чуть-чуть потянуть противничка на дистанцию, чтобы тот нас не забрал и раскрыться от паладина овердрайва. Так, ну и попытаемся отвести флажочек на центр. Смотри, падаем под центр. Паладин овердрайв срабатывает великолепно и доставочку первого флага мы оформляем. Паладин все так же хорошо себя показывает в рамках ММа. Ничего, в принципе, с этим корпусом в этом плане не произошло. Он все так же актуален, он все так же круто себя показывает. Ну и твинс по урону, кстати, смотрится тоже довольно-таки неплохо с лавкачом. Так, единственное, только вот, например, в плотных таких залетах от противника в моменте лучше бы, наверное, бы себя мог бы показать Гиперион, потому что у меня была бы дополнительная аптечка. Блин, кулдал в расходке как же не вовремя здесь настал. Еще противник развернулся под меня. Я думал, противник будет играть немножечко от другой стороны. Мне удастся спокойно увести здесь флаг, но, к сожалению глубочайшему, он сыграл именно под нас. И флаг по респам нам увести не удалось, потому что на другой зонке там противник нас уже на встречалове готовился кушить. Так, пробуем сейчас навалить здесь по ареса теслочки. Чуть-чуть покидать. Хороший шар. Блин, хотел сказать, хороший в плане того, что он даст его в стену, но он в стену его не дает. Так, и паладинов риск, кстати, опять играет под увоз. Опять он пытается увести у нас флаг. И, кстати, у него опять в очередной раз получается это сделать. Здесь, конечно, есть возможность еще обрезки, но крит не залетает. Нет, крит, к сожалению, вообще не залетает. Паладин подъема без скорости ничего здесь не может сделать. Противник ставит еще один флаг. К глубочайшему сожалению, нас начинают немножечко здесь так подконтраливать. Так, хотя твинсом с плэшом очень неплохой урон. Залетает у нас по фрезу. Великолепно. Вжимаем аудишечку. Пробуем раскрутиться от аудишника. Пробуем подпушить от этого овердрайва. От прожатия. Так, ну и будем пробовать улетать под центрик. Куда же еще? Мы можем улетать под нашу овердрайвину. Расходка уходит на кубауны. Как же неприятно, когда в такой момент у тебя припасы уходят на КД, а против есть фриз, который показывает супербыстрый врывон. Так, ну ладно. Зато сейчас вот есть возможность быстрого нагиба и неотдачи флага. Здесь, кстати, наш тиммейт уже начинает ставить мины по туннельчику. 2-1. В принципе, такой камбекается, поэтому будем пробовать. Будем пробовать камбекать. Главное, как можно меньше сближаться мне с этим фризом. У Твинса, кстати, сплэш очень хороший. Очень хороший сплэш-урончик. На сегодняшний момент времени эта пушка в плане такого урончика показывает прям супер хорошие результаты. По сплэшу. Пробуем быстро забрать теслочку. Забираем ее. Пару шариков под меня. Но мы падаем сразу под туннельюс. Под туннельюс. А-а-а-яй-яй-яй-яй. Еще и противник по минам просто пытается увести флаг. Флаг, кстати, не вернули. Флаг остался внизу. Может, кто-то из наших тиммейтов на подбор сыграет? Кто-то сыграет на подбор. Нет, никто не сыграл на подбор. Так, зато есть Титан, который пытается тоже пушить. Найс пуш от Титана. Такие вот, ребяточки, игроки в матчмейкинге, бывает, попадаются. Под пушами. Так, диктатор хотел меня скинуть вниз, но за счет большого пинга у него этого не удалось сделать. Так, и теперь у нас есть возможность попытки еще одного увоза под низ. К сожалению, я падаю в минус. Да, эти паладины тоже такие картонные стали на прыжках на сегодняшний момент времени. Наши, кстати, тиммейты неплохо начинают дефать базу. Русейдер хорошую сосулью выдает по противнику. Но нам не хватает немножечко пуша под атаку. Немножечко пуша и саппорта под атаку не хватает. Чуть-чуть помощи, как будто бы мы могли бы сейчас уже бы на совсем другие приколы начинать выходить. Так, 90% овердрайва у меня уже есть. Немножечко здесь неплохие стояли от противника. Так, ну и пробуем увозить, наверное, под центр. Не буду я здесь никакими туннелями ехать. Пробую падать сразу под низ, чтобы у паладина не было... Ой, у тесла не было возможности раскурочки. И оформляем шикарнейшую вторую доставочку. Супер. Так, пошла реализация. Через 10 секунд будет аптечка. Будет, правда, расходка тоже под кд у меня падать. Но попробуем сейчас немножечко пережить этот кулдаун расходки. Пробуем сыграть широко. Пробуем забрать здесь теслу. От широчайшей. От широчайшей под теслочку играем. Надеюсь, что забираем. Да, паладина фриз играет под деф. А наш флаг куда-то уходит в очередной раз. А, так этот паладина фриз-то и увозит. Боже мой, не заметил я, что именно он везет этот флаг. Так, можно было бы его предотвратить, если честно. Так, и он пытается теперь уже играть чуть более аккуратно от дефа. Не хочу я здесь соло прожиматься. Как будто бы в этом моменте ничего не получится, если мы прожмемся. Рез просто отдает шар в меня. Гениальное решение, если честно. Гениальное решение. Ну, тем самым он, кстати, свою базу дефает. Так, в очередной раз нам надо догонять. У нас опять увозят флаг. Титан нажмет купол у противника на базе. Но на подбор он играет вообще. Под подбор он играет. Возьми флаг, друг! Боже, сейчас противник доставит просто. Даже стоя под куполом, он сейчас может доставить. Но, благо, ладно, наш тиммейт пытается теперь что-то сделать. Где флаг? Под низ сыграли. Флаг возвращаете. Хорошо, шикарный возврат флага. А теперь тут я уже с прожатым овердрайвом буду пытаться играть под возврат и под увоз одновременно. Диктатор ставит миночки. Пробуем этого диктатора быстро разобрать. Либо кто это ставит мины, либо это Викинг ставит мины. И тут мины. Пробуем шире объехать. Это дело. С миночку. Нет, надо было, конечно, увозить. Надо было увозить. Чересчур я, конечно, решил нагло сыграть. Сыграть решил нагло. И за наглость меня немножечко наказали. Немножечко наказали меня здесь. Можно было сыграть чуть более внимательно, чуть более аккуратно. И такой момент реализовать в плюс для себя. Ну, ладно. 18 киллов у нас, 500 очков. Наш тиммейт пишет, что бесполезная тима, да? Ну, в принципе, я согласен. Есть что-то в этом духе. Есть что-то такое. Бесполезность тут какая-то присутствует. Особенно, когда у нас никто не едет в атаку. Все вроде как стоят на базе и дефят свою базу. Ну, в теории дефят свою базу. А у нас уходит флаг за флагом. Ни атак особо нету, ни дефа нету. Это, конечно, максимально грустно, когда ты пытаешься такие катки выигрывать. На вооружении, которое хорошо подходит под увозы флага. Под контроль именно такой. Первое место, конечно, у нас есть. Но количество очков явно не то, которое можно по итогу здесь вообще набивать. Да, на таких комбинациях. Если бы мы, конечно, увозили бы больше. Ну, либо же я просто бы плотненько играл бы на киллы. Да, то есть можно играть не под увозы, можно играть чисто под киллочки. Но тогда у тебя не будет такой цели в выигрыше катки в захвате флага. Да, все-таки если мы играем в захват флага, то первоначальная цель у нас выиграть бой. Да, и постараться увозить флаги. Но в рамках этого боя у нас особо такого прям хорошего результата добиться не удается. Так, противник в очередной раз пушит. Под растяжечку продував можно очень неплохо. Давать. Здесь, конечно, стенок супер много. Защитник, я смотрю, пользуется спросом у игроков на сегодняшний момент времени. Пытается здесь Суворов еще накидать урончика. Попробуем быстренько его тоже разобрать. Отлично, крит залетает вкусный. Под паладина фреза теперь играем. Еще один защитник на паладина фрезе. Так, ну и залетает рельса. Минута до конца. Каточка, скорее всего, уже точно проигранная. К глубочайшему сожалению. Кстати, у нас есть еще овердрайв. Можно попробовать его реализовать. Под увоз. Попробовать реализовать его под увоз. Правда, у меня уже не остается аптечки. Здесь противничек очень плотненько встречает. Даже начать атаку не могу, если честно. Даже начать атаку. У нас очередной раз вывозят флаг. Паладин играет под тиммейта. Вжимаем свой овердрайв. Под раздачу. Под надежду успеть хоть сделать какую-то контур атакейшн. Ну, Хантер просто вжимает меня овердрайв. И флаг в очередной раз мы не увозим. 20 секунд до конца свидетельствует о том, что мы проигрываем катку. Да, и все-таки, насколько многое зависит на сегодняшний момент времени от команды в рамках матчмейкинга. Если ты хочешь именно играть на победу. Ну, а если ты понимаешь, что у тебя команда не может ничего делать. Но остается только играть в TDM, как сыграла практически вся наша команда. По киллам получилось здесь сделать 21 килл. Не сказать, что это суперхороший результат. Но факт того, что комбинация паладина-твинца на сегодняшний момент времени с таким балансом стала намного-намного актуальней. Это, да, не лютая имба, но играть на таких комбинациях стало приятно. Потому что твинс на протяжении супер длительного периода находится в хорошем балансе. Но на нем никто не играет. Резистов от него нет. Соответственно, такие комбинации вы на сегодняшний момент времени можете спокойно реализовывать. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.